Безплатный сюрприз для бельских студентов, которые учатся на бюджетной основе в Нижегородском инженерно-экономическом университете. К ним в гости приехал мэр северной столицы Молдовы Рената Усатый. Именно благодаря его договоренностям с Нижегородской администрацией бельцы получили квоты на бесплатное образование в этом вузе. Привет. Я так далеко не уезжал, как вы, от дома. Но помню, первый год все равно акклиматизация проходила очень сложно. Если скажите честно, ребят, ну вот вы жалеете, что к нам поступили? Нет. Ну честно, все. Как отношения здесь? Хорошие отношения. У местной молодежи есть какие конфликты? Нет. Нет, да? Нет, ребят, хорошие. Плюс я, касаемо гостеприимства, я уверен, что вы тепло относитесь к нашим, как к своим. Плюс, вы знаете, в моем понимании, детей не может быть наших и чьих-то. То есть все студенты, неважно, с какой страны они приехали, неважно, кто-то... Кто-то из богатой семьи, кто-то из бедной. То есть всегда все дети, все студенты, все ученики даже в школе, они должны быть наши. Я ненавижу некоторые вещи в нашей с вами Молдавии за то, что вот начали делить там. У нас уже даже школьников, к сожалению, студентов уже делят на правых, на левых, сначала делили пенсионеров, потом взрослых, а сегодня у нас уже и молодежь, причем делают. Из-за этого происходит раскол в обществе. Молдова многонациональная страна, но мои студенческие годы, у нас ребята, украинцы, русские, болгары, гагаузы. То есть со всеми была дружба, понимаете, никто нас не делил на левых, на правых и так далее. По словам Анатолия Шамина, ректора Нижегородского инженерно-экономического университета, программа очень насыщена. Помимо учебы, ребята занимаются спортом, играют в КВН, проходят курсы вождения. Кроме основной программы, они слушают лекции гостей института, среди которых как именитый ученый, так и руководство Нижнего Новгорода и области, вплоть до губернатора. Да, есть у нас очень хорошие университеты в Молдове, хорошие техникумы, где на самом деле преподавательский состав, если это еще тот, скажем так, который обучал меня, то там все в порядке. А так у нас в связи со всеми реформами, которые вы видели, особенно за последние 5-6 лет, у нас уже чуть ли не уголовное дело за списыванием. Ну как дела вообще? Хорошо дела. Вы домой ездили? Да, я ездил на зимних каникул. Кобельс, получается, это первая организованная группа, благодаря господину ректору, благодаря тому, что начали работать наши договоренности, наше соглашение, сотрудничество с губернатором Нижегородской области, непосредственно с министром образования. На следующий год, получается, если у вас будет, то есть приедут также новые первокурсники, ну скажем так, у вас уже родственных душ здесь будет больше, да, то есть, потому что, получается, вы уже будете на втором, а наши, кто будет поступать на первый. И когда вы будете первыми выпускниками, бельчанами, то уже по нашим просчетам, то есть, ну тут уже будет целая диаспора, получается, понимаете, потому что кто-то поступит в этом году, кто-то в следующем. Пообщавшись с бельскими студентами в неформальной обстановке, Ринато Усатый отправился вместе с ними и руководством вуза на экскурсию по учебным корпусам и аудиториям. Техническое оснащение поразило и мэра, и съемочную группу БТВ. Аудитории в институте тематические и оборудованы по последнему слову техники не только для теоретических знаний, но и для лабораторных работ. Управление серверным оборудованием, соответственно, здесь лаборатория трансформируется. В станциях Хоу-Хоуэль были проекты, когда мы создавали, как бы здесь внутреннее облако, создавали кластеры, пастеризацию использовали, соединение мощностей. Также это система управления по технологии Джипун, вот, выставляется здесь, как бы, различные оконечные устройства, здесь у нас много представлено, на упроходные работы мы их выставляем. Это здесь сымитируем оператор сети связей, ну, допустим, значит, Ростелеком, наш, Нижегородский. Вот здесь, значит, 60 номеров можно подключить к этой станции, вот эта станция, вот эта, 60 тысяч номеров, 60 тысяч номеров, вот, можем заработать. И идут, значит, линии связи, медно-жильные, значит, оптиковолокно и еще что у нас. Нет, здесь на самом деле линии связи, здесь на самом деле линии связи две, медно-жильные и оптоволокно. Это вот, что я рассказывал в лаборатории, направивающей линии электросвязи, вот, это же линии, вторая часть линии связи, которые заходят в наши дома. Технологии Джипун, вот, что оптоволокно заходят до, значит, подъезда, в подъезде стоит вот точно такой же шкафчик, со счетчиками, со всем, стоит активное оборудование, которое раздается. А потом, что выходит, летает база. Институт располагает интересным музеем, который создавался годами. Там представлена практически вся эволюция систем связи, начиная от изобретения телефона. Рената Усатый оставил запись в музейной книге отзывов, выразив свои впечатления от увиденного. Фон из Смольного. Значит, это вот новодел, вот это, а это, значит, настоящие, 100 аппаратов в Германии закупили, это 1905 года рождения. Руководство ВУЗа довольно поведением и уровнем подготовки бельских ребят и в следующем учебном году готово принять еще больше абитуриентов и в северной столице Молдовы. Напомним, что в результате соглашений, подписанных между Бельцами и Нижним Новгородом, первые 11 выпускников бельских лицеев отправились в августе 2016 года учиться на бюджетной основе Нижегородский инженерно-экономический институт. Ребята сдавали вступительные экзамены в Бельцах, сюда приезжала приемная комиссия. Студенты отправились в Нижний Новгород автобусом, а дорогу помог оплатить Рената Усатый. 17 марта 2016 года в Бельцах состоялось подписание договора о сотрудничестве между примарией и двумя российскими вузами – Санкт-Петербургским государственным аграрным университетом и Нижегородским государственным инженерно-экономическим университетом. Соглашение предусматривает бесплатное обучение для абитуриентов с севера Молдовы. Бельцы и Нижний Новгород являются также городами-побратимами. Соглашение о побратимстве подписали в июне 2016 года Рената Усатый и мэр Нижнего Новгорода Иван Корнилин. Сейчас, сейчас он подключится. А кто нас видит? Сейчас видят всех. С Бельцами поздороваться можно? Привет, Бельцы! Нужно. Так, ребята, родители. Видят всех студентов. Для тех, кто сейчас подключился к нашему лайву, это все наши ребята, бельчане, которые являются студентами Нижегородского университета. Приехал к ним в гости навестить. Хочу поблагодарить ректора, который... Спрятался. Хочу поблагодарить ректора от имени Бельчана, родителей, за теплый прием наших ребят. У нас сегодня была экскурсия, мы видели уже, я видел все классы, все лаборатории. Ребята... Мы все, часть только. Часть только. Часть только. Ну, когда потеплеет, мы договорились продолжить. И вот, понимаете, вот для меня вот то, что я вижу, довольных ребят... Вы довольны или нет? Довольны! А то подумают, что вы... Что вы думаете? Они, правда, хотят домой. Они, это у нас первый проект, первый курс окончат, поэтому ребята приедут домой с удовольствием встретиться с теми, кто придет поступать осенью, потому что ребята уже перейдут на второй курс, а сейчас в Молдавии идет набор тех, кто будет... Перейдет на первый. Те, кто придет на первый, совершенно верно. Поэтому то, что здесь учат, и реально обучают, и Молдова получит качественных специалистов, у меня в этом сомнений нет. Ну, а самое главное, что родители видели, что вы не сильно похудели. Не сильно. Вот, спасибо еще раз ректору от нас всех. Поэтому вот такие дела у нас... Лескутин, Молдова! Партик, партик. Это ведет в урбежке Шельнебадистата Нижнего Города. Это остается. А может, мы пригодим на его нофлайн? Шель, мы дискутем. Все, привет, все, сила правде, все, бельцы, давайте, привет, пока.